Первый, да? Ну хорошенький, тут зеленый во всех его проблемах, что очень важно, потому что зеленый мы не умеем часто писать, он у нас какой-то либо одинаковый. Итак, начнём с того, что вот этим цветом, фиолетоватым, красноватым, коричневатым, избавишься от белого, создашь рисуночек. Потом в угонем вот эти два пятна, а потом начнём заслонять зелень. Хорошо? То есть сначала у тебя всё красное. Ну мне всё сейчас, я делаю красное. Потом здесь ты разбеливаешь, и ты видишь тоже красный, разбеливаешь. Потом синенькое, потом зелёным наполняем. Ну, подотрёшь, разберешь, синечку добавишь. Но сначала у тебя вся картина красная. Весь тональный рисунок, чёрно-белый рисунок у тебя красный. Набираем. Набираем. То есть коричневым, создать чёрно-белый рисунок. Чёрно-белый рисунок. Даже с этими бахрамистостями от листьев. Давай. Разбрасываем. Возьмём полтряпочки. Не, не разбрасывай. Полтряпочки. Жёлтого выдавишь себе вдоволь. Ну, жёлтого у тебя нет. Значит, плюс жёлтый, плюс розовый. Достаточно сочно, сочно, разбей. Ну, жёлтого нет. Вот с такой нарядностью. Вот с такой нарядностью. Немножко оставляя рыжесть, которую ты набрала, коричневость, которую ты набрала. Немножко оставляя. Наберёшь, наберёшь. Пока тряпкой. Чуть-чуть чиркаешь. Чиркаешь, чтобы не было просто макания. Чтобы было... Чтоб был мазочечек. Вот это множество. Оставляя чуть-чуть сиреневинку в подкладке. Хорошо? Накидаешь. Можно мастихинчиком. Швырнуть оранжевый свет. Вот в эти места. То есть отделить свет от тени. Насадить. Насадить. Основные вехи света. Насадить. Насадить. Давай. Отделить свет от тьмы. Ну, в таких местах лучше сразу создавать идею травочности. Травочки вот такой. Согласны? Хорошие звучки. Так. И вообще все хорошо. Хорошо. Ну, чтобы стволики, например, берез, то можно было бы вот так поступить. Тоже, как-то краски не... Значит, особенно к моему приходу, чтобы краски на палитрах были. А то, что ж... Подхожу, а рисовать нечем. Кладем эту. Кладем внутрь эту. Ну, то есть технологично подходит. То есть, у нас и рефлекс белого с этой стороны, и, наконец, светлая партия. Вот она, освещенная. Можно похожим образом разобраться со всеми. Хотя не все из них имеют этот светлый рефлекс с левой стороны. По возможности, вот этот оранжевый цвет, оранжево-коричневый, тоже вот эти вещи создают, ну, как бы ягодку на свет. Хотя, какая там ягодка на свет, когда речь идет о стволах. Но, тем не менее, вот такое звучание... Да-да-да, я видел, видел, да. Вот такое звучание, оно дает цвет солнечного дня. Да? И здесь ты его пыталась, но не добрала. И не хватает из-за этого солнечности. Ну, что, не вру. Вот эти вот вещи очень создают солнечность. Причем, он этим же воспользовался и в камнях. И тебе рекомендую. Солнечность увеличивается значительно. Мы побаиваемся таких вещей. Но откуда вообще берется этот коричневый в подкладке? Классическая живопись набирает все через земли, так называемые, через коричневые красочки, красные. А потом сверху холодами кладет. Вот здесь этот классический ход выражен внятно. Причем он преувеличен для эффекта солнечности. Вот эти. Ну, как вот эффект ягодки на свет. Вот он. Все становится солнечней сразу. Правда ведь? Вот только красный появился, стало солнечней. Прямо запомни, если речь идет о солнечном дне, не бояться вот этих горячестей в тенях. Горячий стиль. Ладно? Давай так. Сейчас я... Помни, как отче наш, свет оранжевит. А этот свет холодный, это лунный свет. Свет оранжевит. Иначе сразу иное состояние освещения. Ты понимаешь, сразу иное. Был холодный свет ночи, а теперь сразу дневной. То же самое. Дневного не хватает. Вот эти пятнышки, надеюсь, тебе хватит духу сделать их ягодками на свет. Хватит? Там еще и у девочки есть розовые, там еще белые места есть. То есть ягодка на свет. Не сомневайся. Не белый, не белый, а рыжий. Посмотри, как сразу все меняется в этой жизни. Становится. Я тебе скажу, это очень трудно вначале. Особенно, когда тело пишем. Ох, как трудно. Кажется, да там же холодный свет. Кладешь, добавляешь желтоты, он становится светом. Не добавляешь, не становится светом. Понимаешь? Так, чтобы не дополнило. Зайки солнечные, пускай тоже подыграют чуть-чуть там. Вот эти вот высветления. Мощные, плотные, световые. Немножечко тоже. Да, смотри, как не хватало. Не хватает. Дополнить. Ну, уже моделировательно, макательно, мелкими мазониками. Хорошо? Так, дымочка тут хорошая. Смотри, дымочка. А здесь шапка освещенной зелени. Теневая дымочка, шапка освещенной. Думаю, ее бы надо продолжать. Но можно же еще и еще. А положить оранжевый свет боишься? А ведь уже опытная. Это надо преодолеть поскорей. Ни к чему. Такой пустяк не может себе позволить. Это должен быть свет. Цвет света. А не серятина какая-то. Понимаешь? Не понял. Мне просто проще этот свет дать потом. Когда будет сухой. Это понятно, что потом. Но ты же сразу задаешь себе настроение в картине. Этим. Вот этим. Задаешь себе сразу настроение. Смотри. Она вся в атмосфере света. А у тебя это серенькое пятнышко. Мышинного цвета. Смотри, какая она хорошенькая. Ты согласна? Угу. Согласна. Ну, чего бы не позволять себе этого пустяка. Просто привыкнуть к тому, что свет оранжевит. Не иначе. Понимаешь? Чем серятину? Понятно, что ты потом вытянешь. Ты умеешь вытягивать. Ну, зачем, когда можно сразу столько воздуха создать? Ой, а там тоже телочки, да, собрались в стайку? В лесок туда куда-то, да? Вот то. Девчонки? Нет. Нет? А кто такие? Я поняла, что это вот этот холм. Пока освещенный. Странно. Ну, да. Должен этого холма. Давай не будем этого, да. Пусть все, что угодно, только... Потому что там они... Значит, просто даже здесь кустяку. Не надо холм. Что будет не очень понятно, что холм. Так, дай-ка, дай-ка, дай-ка. Вот и здесь. И здесь сереньким попользовалась. Даже здесь. Хотя здесь-то видно, что это нарядный цвет. Ну, чего ты боишься его, этого оранжевого? Смотри, везде, везде холодный. Смотри, полностью везде холодный цвет. Вместо Рыженького. Ты понимаешь? Ну. Ну, вот это правдиво. А вот уже ты клякала, не правдиво. Тоже для настроения начни вот эти вырезалочки. Вот я помню по себе и по другим. Иногда настигаешь хороший уровень. В два прыжка. Навыкаешь и в хорошем, и в плохом. Что удалось протащить вот контрабандой. И потом очень долго сидишь на одном месте. Потому что вроде бы ж настиг уровень. И очень трудно осваивать другие способы. Поэтому постарайся вот эти элементарные вещи не застревать на них. Не оставлять картину на вытягивание. Ну, это же с ума можно сойти, когда можно сразу всего понаставить. Вот здесь не белый, а оранжеватое небо. Оранжеватое небо. Точечки. Ну, точечки. ты справишься. И синенькие звучания среди оранжевого. Есть такое, да? Все вместе дает хорошее настроение цветовое. Вот эти тоже подоживить. Смотри, это ж не больно. А смотри, сколько цвета появляется. Правда? То есть там, где есть возможность сразу задать, не оставлять. Я по себе знаю, как я любил тоже оставлять. Но, правда, у меня никогда выносливости не хватало. У тебя ее хватает? Вот. Поэтому часто были такие грубые поделки. Это не значит, что в тени только красный. Вообще, в солнечный день в тени синий. Но старинная живопись, которой ты так привержена, она начинала картину с красных и коричневых. Да, да. Это не импрессионисты. Это доимпрессионистическая модель письма. То есть, для них солнечный день в тенях много красноты вот этого ягодного цвета, но прибито холодами синюшного толка. если импрессионисты просто лупасят синим в тень, то эти начинают, у них темный каркас живый, рисунка, он у них делается через красный, через коричневый. сначала более темный, а потом светлый. Но импрессионисты эту технологию у них, у стариков подхватили, поэтому у них если лицо, если ручечки, то как ягодка на свет. Собака? Да. Пока ее только намек на собаку. Вот. Можно сейчас пока то да сё черноты вот этой поднабрать, синеватого толка. смотри, как раз она перемешается с разбелами и не будет такой уже чернющей, но зато будет сама по себе уже будет в картине чернота. То есть такая глуховатая чернота. Хорошо? Чуть-чуть этой глухоты понасадить. Сушить. Вот. Вот так понасадить чуть-чуть. Давай.